Три дня до Интера играем в Милане, наш шериф отправляется в Милан, а потом все эти команды приедут к нам, и мы опять себя почувствуем столицей, футбольной столицей Европы, и как к нам попрут туристы, и мне кажется, сейчас это все взаимосвязано. Я даже не знаю, что добавить к вашим словам, вот серьезно, ну приедут туристы, да, говорят, что уже там гостиницы все заполнены, во многом туристический, какой-то футбольный центр, мы стали еще более интересны, и я надеюсь, что вот судьба сама подарила этот шанс, эту возможность, когда футбол открыл вот самые разнообразные двери для туристов, и на нас в очередной раз посмотрели по-новому, посмотрели, может быть, по-другому, открыли с новой стороны, мы сами должны нашу страну для себя, может быть, даже каждый день открывать с новой стороны. Просто любить и гордиться. Безусловно. Об этом сегодня и будем говорить. Специальный разговор. Татьяна Батуева, Виктор Савченко. Начинаем. Учит других бизнесу. И рассказывает о нашей стране, всем миру. Красота Приднестровья – это ее работа. Она и сама выглядит на все сто. Спасибо. У нас в гостях Анна Миколишина, директор агентства по туризму. Здравствуйте, Анна Николаевна. Вы просили просто Анна, мы будем пользоваться моментом, как дела у вас, как туризм. Благодарю. Туризм, честно говоря, процветает. И, может быть, со стороны кажется, что мы только об этом говорим. На самом деле мы много делаем для того, чтобы о нашей родине знали, как на самом деле об очень красивой дестинацию, которую стоит посетить. Дестинация – это направление. Да. Ну, мы будем говорить современным туристическим языком. И какие у вас показатели в этом году? Да, да. Как, насколько у нас получается привлечь иностранцев? Считали? Вы понимаете, мы должны разделить историю нашего туризма вообще на до и после. Да. Пост-ковид, хотя тоже не можем сказать, что он еще в полной мере, пост-ковид. Мы открылись и буквально через месяц закрылись границы, ЧП в стране, никто никуда не летит, не едет. Но уже создано агентство по туризму, есть программа по развитию туризма. Это был какой-то определенный вызов для нас, для всех, потому что, скажем, прямо системы слаженной в туристской сфере у нас пока не было выстроено. И вот строить что-то новое в период ЧП, конечно, было достаточно так сложно. Туристов-то много? Ну, скажу так. Мы открыли в июле, 15 июля этого года ТИЦ в Бандерской крепости, туристический информационный центр. Я уже смело говорю, около 600 человек, 32 страны туда обратились. То есть это не те люди, которые приехали, въехала с туристической целью в Приднестровье в тот период, когда открылись границы, около 4 тысяч человек. Но я думаю, это неплохой показатель. Мне лично отрадно. Почему? Потому что, ведь вы сами понимаете, сейчас путешествие стало для многих, особенно европейцев, такой авантюрой опасной. Ехать в страну достаточно дискуссионную, необычную, неординарную по своему статусу, устройству, телефонной связи, интернета и всего остального. Банковские карты и так далее. И виза не работает. Это же вообще просто, можно сказать, какая-то очень загадочная страна. Хочу съездить туда, где не работает виза. Это, кстати, очень даже неплохо. А вы понимаете, это хороший был бы, да, такой слоган маркетинговый для нас. Могу взять на заметку? Конечно, берите. Спасибо. Или мастер-карт, неважно. Где что-то, в принципе, не работает. Вот. И получается, что говорить о том, что у нас сертификация, ковид, безопасность, еще что-нибудь, которое уже тоже очень много придумано сейчас, и многие начинают ее использовать при открытии своих туристических направлений. Мы могли им только сказать, что вот мы есть. У нас замечательный сайт, как в двух версиях, английская, русская, с маршрутами. С января этого года. Вот. Поэтому фактически мы говорим, что мы работаем не так долго на такой открытой арене. И то, что людей, их ничего не пугает, и они сюда приезжают. Нам это отрадно, нам рад. Нас нет на политической карте мира. А сейчас модно рисовать там зеленые, красные, желтые, даже серые зоны есть. Это все ковид-правила. Те, которые действуют в той или иной стране. Если бы мы там были на этой карте, мы были бы зеленой зоной? То есть к нам по нынешним временам легко въехать? Ну, до определенного момента было просто, пока было просто въехать в Республику Молдова. Ведь понимаете, что основной туристический поток, конечно же, это люди прилетают, приезжают в Тичнев и дальше едут к нам. Вот. Сейчас уже с новыми требованиями и карантином 14-дневным, если ты не привит. То есть немножко усложнение с правилами, но тем не менее, еще считается, что достаточно легко. Легче всего гражданам Молдовы, в общем, приехать. Ну, абсолютно. Что они делают регулярно. Что они регулярно делают, да. Есть мнение, что футбол, наш футбол за последнее время сделал больше, чем решение всех чиновников и даже Гарри Поттеру по ГУ. Что вы думаете об этом? Футбол нас прославил в туристической сфере. Я бы абсолютно не сравнивала, но если говорить, безусловно, о масштабности события, его трудно переоценить. Я, наверное, не назову себя самым большим фанатом футбола. Однако скажу, что это потрясение, в хорошем смысле этого слова, для нашей страны. Нас узнали по Гуглу, и все поисковики взорвались просто от запросов по тому, что такое команда «Шериф», город Тирасполь, страна Приднестровья. Наверное, это событие мы не забудем никогда. Надеюсь, мы будем еще в такой же ситуации и в будущем. Я хочу в это верить. Ну, наверняка будем. Просто по масштабам и по ощущениям это не повторится больше никогда. Это же первый раз. Но и, с другой стороны, для наших детей, для подрастающего поколения, это, вы знаете, такая вот еще один плюсик, почему я должен гордиться своей страной. Я могу гордо сказать, я из Приднестровья, а у нас есть, вы знаете, команда «Шериф». Которая обыграла «Реал». Это просто фантастика. Вчера к нам приехали коллеги из Италии. Один из города Милан, другой из города Флоренция. Почему они, говорю, они приехали вот именно по этой причине? Потому что, как только была обозначена группа и команда, с которыми будет играть команда «Шериф», сразу же Милан, Италия взорвалась запросами, что это такое, вообще, что это за клуб, мы хотим о нем знать больше. Дайте нам достоверную информацию. Им же нужно знать, кому они сейчас будут проигрывать, правильно? Абсолютно верно. Они должны понимать, к чему готовятся. Однако, готовится большая книга именно о футболе, о футбольном движении в Приднестровье вообще, и, безусловно, с командой «Шериф». Она выйдет, правда, в феврале следующего года, поэтому это немножко так маутрирует. Ее пишут итальянцы. Но ее пишут итальянцы, да, для себя. Вот это футбольное итальянское издание. Они собирают о нас информацию, мы стараемся как можно достовернее предоставить. И они говорят, что да, когда пошла информационная такая, вот запрос информационный пошел в студию, как говорится, оказалось, что много очень негативной информации. Они говорят, мы хотим написать о вас правду, а мы сюда приезжаем пятый раз с 2010 года. И мы видим, как колоссально этот город, эта страна изменилась. А я говорю, я коренная тираспольчанка, я здесь была рождена. Я хочу сказать, что я свой город не узнаю, не перестаю им восхищаться, как он сильно поменялся, особенно за последние 15 лет. И, безусловно, вот такой ивент-туризм, спортивный туризм, то, что мы смогли привлечь внимание, это, конечно, хвала нашему клубу, президенту, игрокам. Всем респект, большое спасибо от всего туризма Приднестровского, потому что наверняка и сайт наш, и наши соцсети, они получают тоже вот большой фидбэк, именно благодаря тому, что вот такое событие произошло, и мы держим кулаки. Говорят, что нет мест в гостиницах Тирасполь и Бендера на начало ноября, когда к нам приедет Интер. Вы знаете, я это проверю ближе туда, вот к началу ноября, но по факту игры, которая уже была, и с «Шахтером», мы тоже обзванивали наши гостиницы самые крупные, узнавали, на самом деле мест не было. Ну, это «Шахтер», а сейчас… А сейчас Интер будет, да? Мы знаем, что гостиница «Россия» будет их принимать, поэтому в любом случае она будет зарезервирована под футболистов, поэтому она будет занята. Ну, что еще говорить, какой толчок, какой стимул, какой сумасшедший экономический эффект положительный будет для отрасли туризма, которая и так пострадала так сильно за ковидный год. Поэтому мы рады, спасибо. Вот на ваш взгляд, насколько мы успешно используем вот это событие, то есть победа шерифа, успехи на европейской арене, весь мир знает, достаточно ли Тирасполь делает для того, чтобы, ну, об этом говорили еще больше. Грубо говоря, на каждом шагу должно быть понятно, что это город Лиги Чемпионов. Ну, мое мнение таково. Потому что когда мы победили «Реал», выходишь в город и хочется просто видеть это везде. Да, везде, чтобы было понятно, что мы играем в Лиге Чемпионов. Может быть, символики на улицах не хватает, может быть, показы матчей должны быть на большом экране, прямо там в центре столицы и так далее. Может быть, вот этого недостаточно, как вы считаете? Я, наверное, с вами соглашусь, где-то внутри солидарно хочется больше празднования, больше вот фестиваля, да, вот прямо вот в момент победы, чтобы улицы были заполнены людьми и так далее, чтобы что-то проходило вот такое массовое. Ну, опять же, ковид-ограничения определенные, наверное, это тоже не совсем можно, к сожалению, в полном масштабе провести. Ну и, наверное, нам нужно в этом тоже направлении еще работать в первый раз. Ну, это элементарно, даже, не знаю, те же стаканчики в кофейнях, да, там с символикой нашей победы, материалом. Победы надо заказывать. Да, и что-то такое, не знаю, ну что-то вот, как все празднуют, как это все нас объединяет. Ну, хотелось вообще, чтобы после матча улицы были заполнены. Я живу в Бендерах, я хотел, чтобы все высыпали на улицу. Да, окна горели, но на улицу, к сожалению, никто не вышел. Может быть, когда-нибудь научимся праздновать по-настоящему, и туристам это понравится. Вы знаете, самый главный результат. Вот, как каждый из нас праздновал, знает только он. Кто-то, может быть, и выходил, мы же не отслеживали всех гуляющих по улице. Вот, то, что мы... Говорят, что по терраспулю люди ходили. Ходили, да. И сигналили машины долго, еще в течение часа, наверное, да. И я как раз вот живу в районе стадиона «Шериф», и даже не находясь на стадионе, я слышала, я знала, какой счет. Потому что все голы я прекрасно слышала, находясь не так далеко. Поэтому мы умеем радоваться. Может быть, немножко раскрепоститься стоило бы побольше. Есть немножко, конечно, этот вот такой синдром постковидный, наверное, да, когда все немножко все-таки еще стараются держать дистанцию хотя бы относительную. И это правильно. Поэтому я уверена, что наши победы еще будут впереди не хуже. И праздновать мы тоже научимся. И город, конечно же, украсит себя флажками на следующее же утро, и защит возможность это сделать. Все будет впереди именно так. Как вы вообще оцениваете, что показывать туристам? Вот какие тренды туристические выбираете, и почему именно эти тренды? В чем вообще фишка наша? В чем фишка Приднестровья? Ну, он в панике Ленину, наверное. Ну, как думают все, может быть, кто-то до сих пор, да. Скажу так, туристы разнообразные. Кому-то на самом деле интересен Ленин, почему бы и нет. И да, мы говорим о том, что Ленин, который перед знает здание Верховного Совета, это младший брат Ленина, который был демонтирован в Германии. Это история, нормально. Интересный исторический факт тем, кто приезжает за историей. Кто приезжает за более разнообразным туризмом, мы стараемся. Опять же, мы государственное учреждение единства по туризму. Мы, к сожалению, группы туристические не вводим, но мы можем составлять маршруты и выкладываем с удовольствием их на сайт для тех, кто хочет с ними ознакомиться. Безусловно, всегда интересны маршруты, которые многогранные, да. Это будет и посещение какого-то красивой локации природной, это будет, допустим, посещение какого-то интересного предприятия, которое открыто и готово проводить... Ну, и вкусно поесть, и где поспали. И вкусно поесть, это все тоже эмоции. Ведь что такое туризм? Это не просто пройтись с рюкзаком. Это чтобы твоя душа была наполнена эмоцией, радостью, впечатлением. Самое главное – желание вернуться в этот город, в это место еще раз. Невзирая на то количество стран и мест, которые мы хотим посетить, у нас всегда в сердце должно остаться то место, где мы побывали. И наша задача, нашу страну преподнести именно так. Это край, где любят туриста, хотят его видеть, готовы встречать, угощать, делать какой-то экстра-шаг, больше, чем, грубо говоря, прописано по маршруту, для того, чтобы человеку захотелось сюда обязательно вернуться. Экстра-шаг в дестинацию. Абсолютно верно. Появилась некая новая Приднестровья. То есть это парки, это скверы, это Гарри Поттер, в конце концов. Эти вещи нравятся нам. То есть мы с удовольствием оказываемся в этих местах. Можно посмотреть на то, как преобразился Тирасполь и так далее. Но возникает вопрос, а не становимся ли мы просто похожи на других? Вот в Европе очень много городов, которые, ну их толком не отличишь. Ну и что? В чем фишка того или иного города? Все меньше и меньше, наверное, можно найти таких мест. Мы, с одной стороны, выглядим гораздо лучше. То есть на тот же Тирасполь смотреть гораздо приятнее. Бендеры вообще всегда прекрасны. И возникает вопрос, вот не теряем ли мы что-то? Не теряем ли мы какую-то свою идентичность? Как вам кажется? Нет ли чего-то подобного? Я хочу верить, что нет. У меня недавно старший сын задал такой вопрос. А вот мама, посмотри это здание. Я всегда восхищаюсь, какой у нас стал центр. Обалденно красивый. На самом деле очень современный, стильный, в меру, вот без лишнего, да, чего-то. Однако он приукрасился. И вот не скучаешь ли ты? Вот я ему рассказывала, что раньше это была стометровка, они такие здания, там и так далее. Не скучаешь ли? Я говорю, нет. Ведь мы идем вперед. Слава богу, у нас есть возможность двигаться вперед. Становимся ли мы похожими? Я думаю, что нет. Потому что у нас одни фонтаны, у них совсем другие фонтаны. Наши фонтаны современные, у них там фонтан уже и по 100, и по 200 лет и так далее. То есть в любом случае застыть в прошлом бы не хотелось. Хотелось бы сохранить частичку, да, как вот во многих городах. Всем туристам наш город нравится, даже я скажу, в сравнении с городом Тишунев. Многие говорят, что наш город гораздо чище, комфортнее, уютнее. Поэтому Тирасбе нравится, нравится иностранным гостям. То есть они готовы смотреть на это новое Приднестровье, а не на памятник Ленину? А мы разворачиваем их взгляд в нужном направлении и говорим, что помимо Ленина, у нас вот есть еще и такое, посмотрите, а это новый Тирасбе, а это новый зеленый рынок. И чем наш рынок хуже других. Ну нет реакции, ну и что здесь такого? Я это видел. Ну ничего нового здесь нет, вот то, о чем я говорю. Потеря идентичности. Нет, я бы не сказала, что мы ее теряем, мы же стараемся ее наоборот сохранить. Тот же Ленин стоит, слава богу, где стоял. И вот для него продолжают каждый день. Насчет, слава богу, мнения могут быть разные. Причем здесь бог и Ленин вообще. Кому слава. Вам скажу, почему именно так я сказала. Мне кажется, человек, который умеет сохранить прошлое и движется с этим в будущее, он всегда будет успешнее, потому что он все уроки и выводы сделал. А когда вот выводы не сделаны, вот это вот хуже. И тогда уже с движением вперед тоже может быть сложно. Поэтому говорю откровенно, да, все-таки ассоциативно. Мы это звезда, это красный цвет, это Ленин. Есть такие достаточно жесткие ассоциации, но благодаря тому, что мы меняемся, мне кажется, мы их разувенчиваем. Это, наверное, все можно уложить в такой какой-нибудь социалистический маршрут. Почему нет? И он имеет место быть. Но потом у нас будет также и православный маршрут, а потом у нас будет и спортивный маршрут и так далее. То есть промышленный маршрут. То есть это просто будет одно из наших предложений. Чем предложение богаче, чем больше шансов, что приедет большее количество туристов. Ну, наверное, не Ленин только у нашей истории. Вот в принципе, наверное, вот все привлечение туристов, когда первый турист пошел массово, это крепость. И наш президент был инициатором того, чтобы ее восстановить. И тогда Вадим Николаевич сказал, что ну вот сейчас посмотрите, как пойдет турист, как поедут к нам люди. Оно так и случилось. То есть до пандемии, когда проводили фестивали, десятки тысяч к нам приехали туристов. Понятно, что... До сотни тысяч, что вы говорите. До сотни тысяч, ладно, ваши думают, как же. Ну, в принципе, да, все время. И они сейчас там есть, да, и люди приезжают. И появился центр, вы сказали, там... И отсюда возникает вопрос. И отсюда возникает турист. А кто же самый необычный турист, с которым вы общались? Я лично. Да. К сожалению, не с каждым туристом общалась. Ну, понятно. Честно вам скажу, не получается. Я их вижу только, когда вдруг они к нам за помощью обращаются. Кто вас удивил, вот с кем общались? Кто меня удивил? Ну, наверное, это будет, может быть, даже банально. Расскажу про Бандерскую крепость. По цифрам. В 59 тысяч в 19-м году Бандерская крепость. Это одно из моих самых любимых мест в Приднестровье. Это пример того, как культурно-исторический объект стал туристическим объектом, когда вокруг него и парк, и церковь, и ресторан, и кафе. И там же мы открыли ТИЦ, потому что это то место, про которое знают все. Приезжают в первую очередь. Который приехал в Бандерскую крепость и сказал, мы не можем поверить, что это у вас в Приднестровье, в Бандерах, такой объект. Вот люди, которые живут 80 километров от нас, они не могли себе представить, что такой объект в Приднестровье может закончить таким же объектом в Каменке. Сто процентные шансы на успех, потому что, конечно, Бандерская крепость, она добавляет нам, она делает наш туризм. На сегодняшний момент она делает наш туризм. Почему агентство по туризму есть только в Фейсбуке и в Инстаграме? Где мы должны быть еще? Ну вот не знаю, спрашиваю. У агентства по туризму есть свой сайт. Так. У агентства по туризму есть телеграм-канал, вайбер-канал. Мы даже начали двигаться в направлении ТикТока. Кстати, об этом ничего нет. Это хочется где-то увидеть и хочется перейти по ссылке. Хотите больше говорить? Хотим больше ТикТока. Больше ТикТока. Больше ТикТока, да. 5 тысяч в Инстаграме, это много или мало? Достаточно. За короткий срок, мне кажется, хорошо. Но иностранцы подписываются? Безусловно. Конечно. Мы же, в принципе, это же наша аудитория, поэтому большинство наших публикаций, они содержат обязательно фразы на английском языке. Я обязательно пишу, что без этого. Мы для них делаем. Но опять же, мы же россиян тоже считаем иностранцами. Ведь если они проживают в Российской Федерации и узнают про Приднестровье через Инстаграм, они же тоже для нас иностранные гости в смысле туризма. И мы рады, пусть их будет как можно больше. Сейчас мы много говорим, мы много говорим о том, что есть и маршруты новые появились, и можно посмотреть и православное, Приднестровье историческое, и советское, и какое угодно. И у вас сайт есть, в конце концов. И есть сайт, да, на котором все эти маршруты. А есть у всех у нас. Наш общий сайт. Наш общий сайт. Кстати, наши СММщики говорят, что сайт – это уже вчерашний день. Да. Так, к слову. На сайты никто не ходит. Смотрите, смотря каким образом. Все, что мы делаем, да, в 21 веке, мы берем, что мы не знаем, Google. Гуглим. И если мы на первых строчках выходим в поисковике, то мы все равно будем вылить через сайт. В том числе и вы нам можете помогать в нашем нелегком деле по продвижению. Да, мы это делаем постоянно. Каждый день. С утра до вечера. Практически только этим и занимаемся. На самом деле. Поэтому мы на самом деле вам благодарны. И, как вы тоже знаете, мы сейчас работаем по совместному плану, по тому, как продвигать еще больше туристическую дестинацию и новые ролики мы снимаем у Приднестровья для того, чтобы они были современные, живенькие. Первый отлично зашел. Класс, да, Берик? Надеюсь, что следующий будут такие же зажигательные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы говорим, мы красивая страна. У нас много маршрутов, но едешь в ту же Каменку, и очень красивая природа. Место просто обалденное. Но найти приличное кафе, да даже ту же кофейню... В Каменке нет ни одной кофейни. Ни одной кофейни, да. И это просто вот маленький пример наших больших проблем с инфраструктурой. Негде остановиться, порой просто негде переночевать. Оночевать или очень ограничить этот вариант выбора. Мы должны признать, что Молдова в этом плане ушла далеко, гигантскими шагами вперед. Ну, они и раньше начали. Мы очень сильно отстаем. Причем мы говорим о развитии туризма все время. Мы говорим о том, что пандемия подхлестнула развитие внутреннего туризма. А по факту получилось, что местные люди, которые оказывают туристические услуги, они как будто бы сняли сливки во время пандемии. А инфраструктура-то особо не улучшилась. Вы согласны? Я вот что вам скажу по этому поводу. Безусловно, Молдова начала развиваться и Украина соседняя в этом направлении раньше, лет на так хороших 15. Во-вторых, финансирование тех туристических агентов, которые работают в сфере туризма. Мы говорим все, вся инфраструктура туристическая, сельские дома, гостевые дома, рекреационные зоны, кафе, в том числе, которые мы тоже отнесем к неотъемлемой части инфраструктуры туризма. Маленькие гостиницы, средние гостиницы и так далее. Во-первых, немножко больше страна, немножко больше местного населения путешествует по своей стране. Однако, если послушать их цифры, к внутреннему туризму на хорошие показатели они вышли тоже только в пандемийный ковидный год. В Италию перестали летать. Абсолютно верно. Поэтому и у них финансирование всегда было из всевозможных программ, фондов и так далее, которые поддерживали это направление развития туризма. У нас здесь это должен делать частный бизнес. Государство обязательно. У нас уже лучше. У нас будет новее, как минимум. У нас государство делает, мне кажется, в этом направлении тоже непримерные шаги. Потому что в программу по льготному кредитованию, в программу по субсидированию процентной ставки. Также включено приоритетное направление. Если раньше была промышленность, сельская хозяйка. Кэшбэк спасет всех. Кэшбэк – это другая программа. Это одна из идей, да. Это чуть позже. Вы прямо уже знаете всю инсайдерскую информацию о нас. Мы что же об этом все рассказывали. Инсайдерская информация обсуждается в заседании правительства несколько раз в неделю. Да. Поэтому давайте закончим, если говорить про инфраструктуру туристическую и гостевые дома, как пример. Потому что мы тоже их объезжали, смотрели и так далее. Поэтому мы надеемся, что наш предприниматель начнет понимать, что туризм – это достаточно хороший доход, что это хороший бизнес, красивый бизнес, нелегкий бизнес. Но, тем не менее, им стоит заниматься. И тогда они будут обращаться в том числе в те финансовые учреждения, которые будут давать им льготные кредиты и субсидировать процентную ставку для того, чтобы они реновировали, достраивали, реконструировали, расширяли, улучшали и так далее. Вот свои гостевые дома, если мы говорим сейчас о гостевых домах. Если мы говорим про кэшбэк, это мы хотим, чтобы все мы с вами дружно, еще больше были мотивированы путешествовать по нашей родине не только при условии закрытых границ, но и просто потому, что выдался хороший выходной или длинный выходной благодаря какому-то празднику государственному. И вот мы все соберемся и поедем в тур хотя бы. И потом на следующий день Агропромбанк опять начнет будить этими смс-ками. Нет, на следующий день не обещаем. Мы будем, конечно же, просить, чтобы банк где-то делали в течение, может быть, пяти дней. Это не так быстро будет проходить. Скажу честно, да, мы взяли пример с Российской Федерации. У них это движется успешно. Понятно, что у них расстояние побольше, мест, куда поехать побольше, гостинец побольше. Кэшбэк тоже определенный, до определенного размера. То есть он тоже ограничен финансом. За счет того, что расстояние побольше, и кэшбэк тоже побольше. Да, там больше на билеты нужно потратить. Поэтому мы надеемся, что эта программа заработает, что финансирование будет, и что каждый житель Приднестровья, который не был в Каменке, не видел червоную скалу, не был в Алиадынке, он обязательно туда доедет. С нашим туристическим агентом, который начнет предлагать туры по Приднестровью, а не только однодневные экскурсии. Это ужасно. Если кто не был в Каменке и в Алиадынке, это просто после года пандемии. Это надо компенсировать прямо вот завтра. Прямо уже бежать и готовиться к поезду. И в связи с этим, как только туристический поток увеличится, и мы увидим, что частного туриста, нашего местного туриста тоже много, мне кажется, тогда же наш бизнес-сектор тоже должен будет немножко встрепенуться и подумать, люди ездят, что-то прям много, вот автобусы, какие-то маршрутки. Надо что-то мне делать и этот старый бабушкин дом переделывать в замечательную агроусадьбу. Отлично. Давайте о бизнесе как раз. Чему как бизнес-тренер учите молодых предпринимателей? Вы еще и бизнес-тренер. Вот это важно отметить для зрителей. Ну, на самом деле, такая преподавательская, тренерская деятельность у меня, наверное, моя первая была профессиональная деятельность. Поэтому, работая долго потом в бизнес-школе, конечно, овладеваясь уже этим тренерским мастерством. Чему мы можем научить? Ну, мы можем научить, ведь это индустрия гостеприимства. И вот, наверное, как правильно наладить бизнес в сельском доме, в сфере туризма. Вот нам бы, конечно, хотелось. Мы еще не пришли к этому этапу образовательному, но этому бы научить очень хотелось, потому что есть действительно много у нас в сфере услуг, так скажем, недоработок. Это такая специфика, когда услуга неотъемлема от того человека, который ее предоставляет. Поэтому очень хочется, чтобы владельцы сельских домов окружали заботой и так далее, и так далее своих гостей для того, чтобы, на самом деле, мы выходили на хороший такой уровень гостевых домов в сельской местности. Легко у нас открыть такой бизнес? Не пробовала. Но мне кажется, что главное желание, и тогда, на самом деле, любая идея будет воплощена, потому что локации есть. Берем даже, к примеру, наш домик в Рогах. Да. Готовая локация, рядышком прям целая улица сельских домов, и по тоже такой пока информации, там готовятся. Дом Бутафорин, имеется в виду, да? Да, да, в котором снимался фильм «Молоко птицы». Да. Красивая локация, она на самом деле очень пользовалась спросом у туристов, и там целый ряд сельских домов, некоторые из них не используются по своему назначению, поэтому, мне кажется, прекрасное готовое место, где турист обязательно будет, накорми его, уложи отдохнуть, народный ансамбль, музыка, танцы, и он там останется с ночевкой. Но пока там этого нет, и почему люди не хотят? Боятся, не видят пока, не понимают, не чувствуют, что да, время пришло. Мало примеров вокруг. Мало хороших примеров, да, конечно, у нас есть грандиозные и большие примеры, как Бандерская крепость, а вот таких локальных маленьких, наверное, не так много. Хотя, опять же, есть гостевые дома, которые практически всегда заняты. Поэтому, на самом деле, да, чем больше на работу таких истории успеха, тем больше другие предприниматели потенциальные поймут, что да, это интересно, этим стоит заниматься, это выгодно в конце концов. Самое любимое место для вас лично в нашей стране? Где оно находится? У меня теперь раздвоение личности начинается. Одно в Бандерах, а другая в Дубасарский район. Вот у меня два любимых места, вот как хотите. Крепость. Крепость, когда приезжаю в наш ТИЦ, я всегда говорю, боже, я хочу здесь остаться, сумасшедшая энергетика, красота этого места, эти башни и небо, и Днестр, великолепно все, поэтому вот и там мне спокойно, и комфортно, и я чувствую какую-то связь с прошлым. А Дубасарский район, ну просто он красивый. Весь район сразу? А вот, да, вот хоть, не знаю, можно об этом говорить нельзя. Ну что, может быть, Гаяны, это же Гаяны наверняка. Гаяны тоже, Роди тоже. Хорошо, а давайте возьмем сами Дубасары, Днестровский сад, а давайте возьмем Бутит Молдавии, какая там прекрасная экскурсия может случиться у вас в один день, красивый, солнечный, допустим, там день сбора урожая, винограда и так далее. То есть на самом деле красивый, вот повезло им, повезло с локацией. Мне нравится вообще. А семью, куда любите ездить, вот к семейной? Куда дети просят, отвезите нас? Дети просят, ну по-разному дети просят. Екатеринский парк, безусловно, каждый вечер они просят туда, когда мама может собрать всю, так сказать, энергию жизненную к вечеру, растраченную в кулак. Конечно же, в первую очередь Екатеринский парк, потому что просторно, потому что есть где покататься на самокатах, футбольное поле классное, это, безусловно, футбол наше все. Поэтому вот это, наверное, самое близкое второе, Бендеры, Бендерская крепость, самая близкая локация. Она долго тоже пока не получается, младший маленький, поэтому перерыв на обеденный сон нас немножко пока ограничивает. Да, в движении. Я лично люблю отдыхать в палатках. Ну и увлечения у вас, Татьяна. Ну, повелось вот так с детства еще, и семья у меня такая. То есть мы любим вот этот дикий туризм, и мы объездили все Приднестровье, где мы только не стояли, и Валя Адынка, и Глубокая долина, и Рашков, и село Грушка, и спускались по Днестру несколько раз. И в нашей среде, вот в такой, любители такого дикого туризма, есть такое мнение, что вот сейчас понаделают все, как обустроят, как все понаедут, и как все, как будет много мусора. И то есть вот эта проблема культуры туризма, как воспитывать туристов? Мне кажется, чем больше будет благоустроенных мест, в том числе и на природе, ведь мы сейчас тоже говорим о том, что в правительстве находится наша программа по развитию рекреационных зон, и почему мы хотим их отблагораживать в каждом районе, и по несколько, не по одной, именно на лоне природы, на берегу Днестра, озера и так далее. Почему? Потому что вот возле таких облагоустроенных мест должно быть и хорошее место для того, чтобы человек мог поставить палатку. А вот в этих благоустроенных зонах отдыха должна быть обязательно нормальная мусорка, санитарно-бытовой объект. Откуда вывозят этот мусор, опять же, чтобы он там не скатывался? Да, и мусорация будет ответственна за этот участок свой, за эту конкретную рекреационную зону, и безусловно оно должно быть благоустроено, благоухожено, прибрано, мусор должен быть вывезен и так далее. Для этого эти рекреационные зоны должны быть, это не должно быть хаотическое такое движение людей, которые приехали куда захотели, залечевали где захотели, мусор оставили где захотели и уехали. В принципе, да, сейчас такое происходит, просто я знаю, как мы это делаем, мы берем большие пакеты и едем с мусором обратно домой, там за три дня собирает. Очень страсти. Да. Да, Виктор Юрьевич. Вы знаете английский язык? Да, достаточно владеют для того, чтобы общаться с туристами, мне кажется, это очень важно. А у нас в стране сфера услуг с английским языком, мягко говоря, не дружит. Все чаще возникают ситуации, а туристов визуально больше, то есть их можно встретить, ну, просто в любой момент. Допустим, на улицах Тирасполя или в Бендерской крепости, это уже никого не удивляет. Мы к этим туристам всем привыкли. А вот персонал в самых разных местах привыкнуть не может. Трудно где-то в Европе представить ситуацию, когда официант пытается буквально на пальцах говорить с посетителем, пытаясь что-то там понять на английском языке. Почему у нас с этим такая большая проблема? А позвольте, я с вами не соглашусь во всем, что вы сказали. Частично, конечно же, да. Однако, скажу так, даже в Европе это крупные, большие туристические метки, такие места, где на самом деле очень много туристов, там персонал более-менее свободно говорит на английском. Однако многие тоже считают, что они заслуживают того, чтобы говорили на их языке, потому что у них такое историческое наследие. Попробуйте сказать по-губляски что-нибудь. Да, поэтому, безусловно, у них немного лучше, потому что как-то выстроена была эта система, связь языковая, достаточно межязыковая связь, ближе им проще учить иностранный язык. У нас, мне кажется, мы движемся в этом направлении хорошо. Эта тема уже тоже в рамках этой передачи, правда, с другим гостем обсуждалась. Курсы английского языка у нас есть. Мне кажется, чем больше человек будет чувствовать, что для того, чтобы он профессионально двигался, РОС, в своем деле, в сфере туризма, обслуживания, это необходимо просто. И второй критерий, если будут требовать работодатель, чтобы минимальный уровень английского языка у вас был. Почему у нас нет до сих пор логотипа Приднестровья? После Артемия Лебедева никто так и не соберется и, может быть, и... А мы все ушли в ковид и решили, что самое главное развивать инфраструктуру, ставить дорожные туристические указатели, говорить о том, что нам необходима программа развития рекреационных зон, сельского туризма, социально-детско-юношеского туризма и так далее. То есть давайте вот, когда будет что показать, наверное, не самое главное, какой логотип там есть. Безусловно, нам немножко с точки зрения продукции и печатной, которую мы стараемся выпускать, это и карты туристические, Бендер, Террас, в двух языках, безусловно, это справочники различные, просто рекламные материалы, стараемся наслаждать, так скажем, им все возможные, уже не только ТИЦ, уже пошла и по кафе некоторые, где мне говорят, девочки, ой, вы знаете, у нас столько иностранных туристов, я говорю, вот вам карты на английской визите, чтобы вам было очень просто с иностранным туристом работать. Поэтому, конечно же, с логотипом мы тоже, я думаю, эту работу завершим, доведем ее до конца. Логотип Лебедева понравился? Мне лично? Да. Ассоциативно я не увидела там Приднестровья и город Терраспы. Вот как человек, который здесь родился, жил, учился, женился. Вот цветовая палитра, наверное, не моя. Я увидела что-то другое. Вот, поэтому с творчеством очень тяжело судить. Почему? Потому что любой художник скажет, что я художник, я так вижу, а вы не художник. Поэтому и судить, наверное, каждый Приднестровец может только своим сердцем. Вот мне интуитивно нравится, а мне интуитивно не нравится. Кто работает в вашей команде? Как вы обсуждаете новые идеи? Куда двигаться дальше? У нас коллектив небольшой. Поэтому, когда один человек, не дай бог, выбывает, потому что один работает больше по направлению внутреннего туризма, именно действительно знает хорошо местность, работает с госадминистрациями, это становится проблемой, если вдруг человек выбывает. Другой человек работает по направлению, больше такому, наверное, взаимодействию с госорганами, это переписка. Потому что очень много, на самом деле, такой работы офисного характера, письма такое, поручение такое, на него нужно ответить, что-то нужно сделать, кому-то еще опять писем написать. То есть многие представляют, что агентство по туризму, это вот мы ездим с палатками каждый день. К сожалению, раскрою большую тайну, нет. И палаток нет. И палаток нет. И времени нет ездить с палатками. То есть больше работы чиновников все-таки, это или нет? Безусловно, да, потому что это выстраивание определенной системы. Это работа с нашими туристическими агентствами, те, которые работают по внутреннему туризму, для того, чтобы все-таки они были, мы стараемся их поддерживать и продвигаем их в соцсетях, и любыми возможными способами. Поэтому у нас команда небольшая, безусловно, у нас есть и юрист, и пугалтер, у нас есть девушка, которая занимается нашим пиаром, продвижением, сайтом, на ней очень большой класс работы. Поэтому у нас коллектив небольшой, но очень слаженный, и каждый несет свою такую функциональную нагрузку. А вы не заставляете, допустим, ну не заставляете вдохновить, может, своих работников, там, вот сегодня на выходные все едут туда, смотрим это, чувствуем, что делаем дальше с этим местом, допустим. Всем посетить Дубасары, всем посетить Каменку. Словом, заставить мне очень тяжело. У нас, на самом деле, вот двое ребят ездили, объезжали Приднестровье с точки зрения того, чтобы мы составили программу того, такую карту доступности всех туристических объектов, подъездные пути, как это удобно, неудобно, санитарно-бытовые объекты в Комстане, музей, что стоит, показывать, что не стоит. То есть вот такую исследовательскую работу проводили, но это больше для нашего внутреннего пользования, чтобы мы знали, может быть, какие еще программы нужны для совершенствования нашей инфраструктуры туристической. Заставлять на выходных, это вообще не мой намерный конек, уметь кого-то заставить, я хочу вдохновлять. Если попытаться описать имидж Приднестровья в нескольких предложениях, как видят нашу страну иностранцы, помимо назад в СССР, как бы с этим все понятно? Прогрессивная, развивающаяся, более быстрыми темпами, чем соседние государства. Страна, в которой чувствуется безопасность, порядок, уверенность. Страна, которая ничем не отличается от небольшого европейского государства, страна, которая не ассоциируется с какой-то условной черной дырой, потому что так многие пишут о нас в западных источниках или раньше писали, так скажем, раньше писали. Поэтому я вижу, конечно же, больше положительного в тех откликах о Приднестровье, которые на данный момент происходят. А отрицательные какие отзывы есть? Чего они касаются, как правило? Отрицательные. А, есть отрицательные моменты. Немножко есть определенный дискомфорт для человека в 21 веке, когда он не может использовать мобильную связь, приезжая в Приднестровье. Поэтому мы оборудовали ТИЦ, Бендерский туристический информационный центр зоны и Wi-Fi. То есть человек может прийти, получить информацию на месте, еще и подключиться бесплатно к Wi-Fi. Виза мастеркарт не работает. Виза мастеркарт не работает. В принципе, все. Мы станем туристической страной? Ну, мы уже туристическая страна. Почему же нет? Я знал, что вы так скажете. Ну, хорошо. А тогда к чему мы стремимся? То есть где тут верхний предел, к которому мы хотим прийти? Предела совершенства нет никогда. Засловно, нам нужно стараться, чтобы наши инфраструктурные проблемы были решены в кратчайшие сроки. Чтобы наши сельские дома, гостевые дома, небольшие гостиницы строились. Чтобы внутренний туризм не забывали с открытием границ и не выезжали все срочно в Одессу на море. Поэтому есть задачи, которые нам еще предстоит долго их решать. Поэтому я думаю, что прыгать есть куда. Обыграть реал – это не предел. Ну, нет, конечно. Мы же уже это сделали. Так почему же мы не можем это повторить? Давайте выше. Вам большое спасибо за этот специальный разговор. Спасибо большое. Ну, издались вам эти палатки, Татьяна. Я понятен, как вы ездите с палатками. Это невозможно. Просто это выходишь утром. Это невозможно. Я согласен с вами. Костер сразу, кофеек. У тебя сразу рядом река, деревья, горы, лес. Это прекрасно. Вам надо попробовать. Зачем вам эта туристическая инфраструктура тогда? Я, кстати, пробовал. Вот поэтому и не надо. Вот поэтому есть вот этот конфликт. Я, честно, брал и пробовал спать в палатке. Это было ужасно. Просто ужасно. Дайте нам инфраструктуру. Ну, поздно начали просто. Может быть, да, уже возраст не тот. Тогда дайте нам больше инфраструктуры. Таких, как я, много. И будем развивать туризм. Не только палаточный. Хотя у Татьяны свои там предпочтения. Татьяна Батуева, Виктор Савченко. Специальный разговор. А сейчас будем зажигать в стране легенд. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова